8.05 уже в Санкт-Петербурге, вторник, солнечный летний день в студии Василия Кирова и Людмила Ширяева. Людмила, ну и я свои обещания сдерживаю, поэтому закрывай глаза. Подарки в виде... Закрывай глаза, вот прямо сейчас закрывай, закрывай. Мы отправляемся в Розари. Открывать? Да, все, открывай. Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Это цитата Вильяма Шекспира. Кстати, он говорил об этих прекрасных цветах в своих произведениях более 60 раз. Ну а в Петербурге начинается яркое цветение в Розари, в ботаническом саду Петра Великого. И подробнее узнаем все об этом прекрасном уголке у Аллы Капелян, ведущего агронома, научного руководителя Розария, ботанического сада Петра Великого. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот мы с вами в таком розовом цвете сегодня. У нас, я надеюсь, будет прекрасная жизнь в розовом цвете. А расскажите об этом месте. Я знаю, что еще за 1950 года здесь вот заложили такой цветник. Сначала это был экспериментальный участок. Надо было выяснить, могут ли современные розы садовые расти в условиях открытого грунта Ленинграда до Петербурга. Оказалось, что могут. Постепенно ассортимент расширялся. И сейчас Лазарий пытается представить историю культуры розы. Как от постового цветка петилепестного, просто шиповника, появилось такое прекрасное произведение искусства, как современная роза. Ну вот, это первый сорт петралепестной розы. Конец 16-го, известен сорт конца 16-го века, роза мунди. А начальник всех европейских роз, шиповник французский, роза галика, вот он перед нами. То есть простой цветок постепенно с отбором, скрещиванием превратили в прекрасную королеву. Давайте немножко прогуляемся по Розарию. Расскажите о том, каково сегодня многообразие видов. Сейчас здесь представлены старинные розы, то есть роза европейской селекции, известна до появления чайно-гибридных. Вот бурбонская роза, там мы видим дамасск, вы представляете Шекспира, вот дамасская роза, белая, розовая перед нами. Ну и можно также обратить внимание на многообразие цветов. Кажется, что больше розовых, но это только пока. Ну вот есть и желтые цвета, конечно, их поменьше. Желтые у нас менее устойчивые в наших условиях. Ремонтантные розы. Какие необычные сорта есть, может быть, какие-то памятные, исключительные? Это я, конечно, скажу, это просто разные группы садовых роз. Полуплетистые розы, известные розы Остина, любят английские розы, у нас тоже есть. Ну и давайте на... Чистые, настоящие плетистые розы, совершенно неожиданный такой вот сорт, фиолетового цвета, Violet Blue, действительно, так он и называется. Ну очень неожиданно для розы, кажется, что это больше похоже на рододендрон, наверное, как будто бы. Да, спрашивают, а роза ли это? Роза. Угу. Ну и, конечно, королевы. Это чайно-гибридные розы. Есть исторические сорта очень важные. Например, Gloria Day или Peace ее называют. У нас на юге, выращившая под названием Слава Мира, до сих пор это очень актуальная роза, роза столетия. На конференции Сан-Франциско, мирной конференции, была вручена каждому участнику конференции эта роза с пожеланием мира во всем мире. Поэтому она называется Peace, Джоя, Слава Миру и так далее. Ну и напоследок хочется напомнить нашим зрителям, посетителям ботанического сада правила поведения, да, потому что роза требует к себе очень внимательного отношения. Конечно, это очень узкое такое место, небольшие дорожки, ближе к розам быть невозможно, раз в уточном магазине. Поэтому очень важно не наступать на куртины только по дорожкам, потому что любое наступание – это утаптывание, вытаптывание, в общем-то, приводящее к смерти в конечном итоге куст. Мы даже при уходе стараемся не наступать на грядки, а только идти по дорожкам. Тебе такие вот мелкие розы, можем показать? Да, действительно удивительные многообразия. Вот, например, такие совсем небольшие. Да, я знаю, кстати, что самая миниатюрная роза, которая была выведена, она даже меньше рисового зернышка. Действительно, и такие уникальные встречаются экземпляры. Алла, спасибо вам большое за наше утреннее интервью, а я передаю слово в нашу, как всегда, цветущую и яркую студию.